В Якутию приехал журналист из Австралии. В северном регионе он планирует снять документальный фильм о холоде. Место для съемок выбрал соответствующая полюс холода. О морозном путешествии он рассказал нашим корреспондентам. Фотограф-публицист Хью Браун приехал из города Перд, расположенного на юго-западе Австралии. Казалось бы, Якутия и Австралия ничем не похожи. Но по словам Брауна, их отличает только экстремальная жара и экстремальный холод. Он говорит, что якутские просторы и то чувство единения с природой, которые ощущаешь, находясь в одиночестве в огромном пространстве, объединяет якутскую тундру с австралийской пустыней. И чтобы провести эту параллель, он приехал снимать документальный фильм в Якутию и выбрал для этого самое холодное время года. Он решил не только собрать фото, видеоматериал, но и испытать себя в условиях низких температур. Я не знал, чего ожидать от Якутии. Я привык путешествовать один. Но когда собрался ехать в Сибирь, возникло много вопросов. Как будет работать моя камера в условиях экстремального холода? Каких людей я встречу? Я не имел об этом представления. И все говорили мне, что ехать на полюс холода очень опасно. Там очень холодно. В Якутии я понял, что малейшая ошибка может стоить мне жизни. Хью восхищается якутянами, людьми, которых он здесь встретил. И считает свою поездку на полюс холода одними из самых ярких впечатлений в своей жизни. А больше всего ему запомнилось купание в Северной речке при температуре минус 45. Якутия привлекает туристов своей невероятно красивой природой и таким же невероятным морозом. Фотографии за индивевшими ресницами на фоне термометра, показывающего экстремально низкие температуры, разлетаются по всему миру. И рассказывает об уникальности нашей республики. Это так удивительно красиво. Это минус 49, когда мы уходим в городе, но это становится холоднее. Это действительно минус 50. Галина Кутугутова, Георгий Григорьев, НВК Сахар, Якутск.